Приветствую, друзья, на связи GrimOptimist И сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику, посвященную играм на андроиде Но сегодня игра будет, ребята, не из лучших То есть, рекомендовать я её никому не буду Но я попытаюсь объяснить, почему она мне не понравилась Мне один из подписчиков писал в личку, что вот, дескать, Need for Speed Какая-то новая часть, типа, вышла на андроиде Всё классно, я думаю, ну, блин, надо попробовать Скачал, установил Ну, во-первых, она не поддерживает шилд То есть, нету, она его не видит и приходится настраивать вручную Ну, ладно, это не такая уж и большая проблема Очень многие игры не поддерживают шилд И это, в принципе, я не буду считать недостатком Но первое, что меня удивило, то, что в игре абсолютно ужаснейшее управление просто И дело тут даже не в удобстве, а просто оно, его нет, по факту То есть, чтобы вы понимали, вы не можете даже дать газ или затормозить Всё управление это подруливание влево и вправо Как бы, ну, обороты, скажем так, которые вы даёте на старте То есть, необходимые, да, для хорошего старта И плюс Есть кнопка нитро Всё, то есть, это всё управление И получается так, ребята, то, что по факту ты вообще не чувствуешь Я настроил это всё на шилде, на кнопках То есть, левым стиком рулить Там, курком, газ, ну, не газ Ну, да, как бы, газ курком И на А этот, нитро Ты не чувствуешь, что ты управляешь машиной вообще То есть, она рулит абсолютно нереалистично Она не сбавляет скорость на поворотах То есть, ты летишь, там, я не знаю, 140 миль в час И заходишь в резкий поворот Они даже, ну, ладно, они тебе не дали возможности тормозить, да Ну, так пусть машина автоматом тогда тормозит Например, в той же игре Real Racing Там есть всякие системы помощников при езде То есть, есть система, которая будет помогать тебе рулить Причём разные градации есть, которые вообще практически за тебя рулят Есть, которая чуть-чуть подруливает И есть управление газом То есть, которое будет автоматически тормозить за тебя Да, в нужных моментах Сделали бы так же Но здесь она даже не пытается тормозить То есть, машина не сбавляет скорость даже на самых резких поворотах Из-за этого у тебя нету вообще никакого впечатления, что это машина Что она едет То есть, она не слушается Тебя, она вообще управляется Ты не чувствуешь даже, как она рулит Я не знаю, как это объяснить Проверьте мне, это просто очень плохо То есть, это пока вот по управлению одна из худших гонок Ужаснейшее просто управление Во-первых, ничего не дают делать Во-вторых, даже то, что дают, делать неинтересно Следующее там, что у нас Графика, да? Ну, графика, в принципе, нормальная Но тут, ребята, оптимизация, извините меня То есть, вы сейчас видите С записью она, ну, ощутимо иногда подтормаживает Самое смешное, что без записи она подтормаживает тоже И это, если учесть, что у меня как бы Nvidia Shield Конечно, он уже устарел Ему уже полтора года этому девайсу Да, то есть, насколько я знаю Там, чуть ли не два Но он по-прежнему очень мощный То есть, он находится в списке мощнейших Да, он там не на первых позициях уже давно Но это, как бы, ну, далеко не каждый телефон Или планшет обладает такой мощностью Вообще далеко не каждый Только самое топовое И она все равно подтормаживает Настроек графики никаких нормальных нету В общем, ну, да, как бы, картинка приятная Но это все, пожалуй То есть, суть в том, что еще они напихали в эту игру Какие-то RPG элементы То есть, ну, да, там, как бы, стандартная система Ты выигрываешь гонки, получаешь там что-то Но тут, как бы, что-то типа крафтинга То есть, побеждая, ты получаешь, помимо ресурсов Какие-то части, которые потом можно использовать Для апгрейда вашего авто Идея интересная, но, учитывая, что физики нету То есть, ты не чувствуешь абсолютно этих апгрейдов И весь смысл их теряется На самом деле То есть, в той же Real Racing Прокачивая свою машину Ты прям чувствовал То есть, ну, там вообще физика неплохая очень Она такая Она аркадная, но она неплохая Она близко, вот, например, к такой игре Как Need for Speed Shift Которая является Ну, такой Хардкорной гонкой Аркадной при этом Не симулятором, да Тут вообще, то есть Нет никакого смысла прокачивать вашу машину Тупо скорость увеличивается И все, как бы Ну, вообще не интересно Потом, что еще? Естественно, в игре куча доната То есть, постоянно тебя просят что-то купить Постоянно тебя просят перейти в магазин И самое ужасное Что в нее добавили вот эту вот систему Которую придумал, по-моему, чуть ли не Game Loft Может быть, я ошибаюсь Это система вот этого топлива, энергии То есть, каждая гонка расходует у тебя столько-то очков И ты не можешь нормально сесть поиграть То есть, у тебя не заканчиваются Поначалу, да, у тебя быстро аппаются уровни Тебе восполняют Но я могу по опыту, игрив такие вот шедевры Могу сказать, что со временем ее будет дико не хватать То есть, хочешь ты, допустим, вечерком сесть поиграть полчаса А ты отыграешь, минут 15 У тебя закончится вся энергия Либо донать, либо жди Как бы, да Ну, такая вот стандартная фигня В общем, итог такой, что Игра, она вообще просто никакая Она не интересная Что самое такое, да, печальная В ней куча какой-то вот свиста перделок Всех вот этих мишуры Тебе постоянно дают какие-то говнобонусы Постоянно все сыпется Постоянно тебе приходится куда-то тыкать Закрывать все вот эти вот Ну, вот менюшки, которые Постоянно тебе говорят, что вот тут приз Тут приз, а вот тут еще приз Постоянно тебе намекают, что нужно заплатить Чтобы получить все призы Постоянно, говорю, тебя просят купить какие-то пакеты улучшений там В общем, ну, вот в этой игре собрано все Что я терпеть не могу в андроид Фритоплейных играх Вот таких вот Говеный донат, уебищное, извиняюсь за выражение Управление, да И куча вот этих ненужных бонусов Которые на тебя сыпятся Которые на самом деле ничего не дают Поэтому играть не рекомендую Это такой обзор скорее Ну, предостережение, наверное, будет для Просто не тратьте свое время Игра не стоит вашего внимания Вот поверьте мне Лучше поиграйте как в Real Racing Даже Asphalt на самом деле гораздо лучше, чем эта игра Поэтому Need for Speed Еще вот такое название тоже, да Ну, я вот старый игрок Я играл еще в самую первую Need for Speed И во вторую играл И в третью вообще много играл Этот, как он там Блин, я забыл даже название Это уже Нет, Porsche Unleashed Это была пятая Там была Hot Pursuit, да Была третья Hot Pursuit 2 играл Underground и все эти Все это было круто Но когда ты видишь игру, которая называется Жажда скорости Need for Speed И ты видишь вот это вот говно Фри-то-плейное Вот реально мне неприятно становится То есть Если бы эта игра называлась как-то по-другому То есть не Need for Speed То ладно Ну, еще одна говногонка на андроиде Ну, блин Такие тайтлы Извините меня Культовые просто Использовать для того, чтобы протолкнуть Вот такой вот фри-то-плейный говнище Которое вообще Ладно там Ну, донат еще можно понять Там, да Ну, блин Управления даже нету Это какие-то гонки Это вообще не гонки Это, знаете, это как раннер Вот, где Чувак этот Сабвей там бежит Вот с этой вот Интересно бывает Тут вообще ни о чем То есть Ни физики Ничего Никакого интереса В общем Говорю еще раз Не стоит тратить на нее время Не качайте И не играйте От меня это Не знаю Три балла из десяти И то только за графику То есть Более-менее неплохая Там Все остальное плохо На этом, наверное, все Друзья Пишите свои комментарии Ставьте пальцы вверх Если вам хочется видеть еще Ролики без этой рубрики Из моей Да Подписывайтесь на канал Если вы все еще этого не сделали Всем до скорого Всем пока